Всем привет! Сегодня мы подводим месяц, второй месяц лета, который год тоже, к сожалению, закончился. Скажем так, что сегодня мой топ будет очень неожиданный. Тут будет 10 песенок, две из исполнителей которых повторяются. Но я думаю, что некоторым из избранных я даже удивлю некоторых. Некоторых и некоторым. Вот. Напоминаю вам о том, что если какие-нибудь песенки окажутся достаточно старыми, не этого месяца выпуска, это ни о чем не говорит. Просто потому, что я эти песенки слушала в этом месяце июля. И поэтому они попали в мой топ за июль. Итак. Всего в этот раз получилось 8 мест, несмотря на то, что 10 песенок. Потому что два исполнителя у меня повторились. Ну вот, как-то так. Итак. На 8 месте. У меня две песенки. Угристифана и Скали Милана. Это первая. Что вас должно удивить. Первая песенка, которая называется «Ты... ты... 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 ты знаешь или чего? Не помню, как называть... Максим, ты помнишь, как называют Скали Милана «ты чего-то там»? Я отрицаю Скали Милана, как существование. Да. А он попал на шток вместе с Угристифаном. Так. Ну, вы, наверное, знаете, про какую песенку у меня идет речь. Я что-то забыла. Итак, миленько и Складно. А главное, может, могут, если хотят. Вот. А вторая песенка, которая мне из их репертуарчик понравилась, называется «Во снах». И я не могла, не могла отказать. И включила их в свой топ. Неожиданно удачная песенка и даже достаточно глубоко и жизненно рассказанная ситуация. Вот, друзья мои. Видите, насколько я толерантна ко всем. И если мне нравится песенка, то она попадает в мой топ. Независимо от того, что до этого я 250 раз отругала этих исполнителей. Итак. На седьмом месте у меня «Слава КПСС» с треком «Кайфу Град». Какой-то позитивная, интересная песенка. Однако «Слава», он всегда печален, да. Но песенка позитивная. И это радует. Вот поэтому я решила «Славу» отметить. Потому что иногда он может выдавать какие-то хорошие песенки. На шестом месте «Биг Бэби Тейп» и «Арни» «Суперсоник». Неожиданно и позитивно. Решила тоже включить в топ эту песенку. Пусть будет. Итак. Шесть. На шестом месте я вам сказала. На пятом месте еще один нежданчик. М.С. Хованский. «Скуф». Весело, задорно и с огоньком. И это самое главное. К тому же Хованский заставил меня вспомнить свою молодость. Семилетней давности. Именно тогда я начинала слушать первая своя песенка на этом канале «Была Эмси Хованского». Итак, на четвертом месте «Моргенштерн» с треком один. Весело, оригинально. И если даже он верчивает словечки, это больше веселит, чем злит, друзья мои. То есть, как бы «Моргенштерн» вырос, несмотря на то, что у нас иностранный агент, да. Он вырос и начал творить более-менее… Ну, то есть, как бы, его песенки начинают быть более глубокими. И поэтому я его тоже отмечаю. Итак, на третьем месте. «Валя Карнавал. Солдата. Вдох-выдох». Интересная тема. Клик. И все вместе взятое. Получилось такое замечательное творение. Вот выключился наш этот самый. Вот. На втором месте «Мияги» и «Эншпиль». Ну, они, как бы, заслуженно всегда. «Руби Бойс». Оригинальные и совсем не похожие на их стиль песенка. Вернее, это они однажды… Вернее, это они. Однако, и в то же время нет. Вот, друзья мои. И на первом месте. На первом месте две песенки Макана. Причем, одна песенка, вот она пускай будет на первом месте, под цифркой «А», пускай она будет самой главной. А вторая тоже на первом месте, но под цифркой «Б». Самая классная песенка этого сезона «Макан А.М». Очень серьезная и глубокая песенка, в которой есть о чем подумать. Это вот самая главная песенка июля месяца. Вторая песенка, которая мне понравилась Макана, совместно с АФГ «Привыкаю». Оригинальная песня или трек, а то скажете, что я тут про песенки, про чувство, напичканное горою изюма. Вот гора изюма – это здорово, но мне кажется, что самое главное в песенке еще и смысл. А смысл в песенке «А.М» был настолько много, настолько она была пропитана его именно переживанием, поэтому вариантов не было. «А.М. Макан» – первое место в топе за июль. Всем пока!